Теплоход Сибирь Вот началась эта бомбежка, а бомбежка, погодите, вот вечером выступил этот, выступил трибус и поставил нас всех в эту, ну, в шеренгу. Я стояла тоже там, стояла, и он объявил, товарищи, кто хочет идти через Нарву, то выступите два шага вперед. Вот, выступили только трое, больше никто. Спасибо, давайте погружаться. Это было 28 августа, вечером часов 8, ну, светло еще было, еще светло было. Вот, ну, и мы погрузились, и вот ночь мы прошли хорошо. Нас не бомбили, именно наш корабль не бомбили. А когда, значит, 29-го утром уже светло стало, значит, шли два корабля с красным крестом. Мы шли, значит, вот так, а по правую сторону шли два корабля с красным крестом. Вот, и эти корабли, их торпедировали. Я не знаю, а это матросы говорили, что это торпеда. И люди, знаете, я долго не могла смотреть, не могла. Оказывается, там мои родственники плыли. Это была моего дядя-жена, значит, Надежда Захарова. И с двумя дочками. Валентина Захарова и Нина Захарова. Этой маленькой было, Валентины, было 7 лет, а этой было 14. И вот нас, да. И тогда эти-то плавают, тогда за нас взялися. Ох и взялися. И вот, знаете, кричат. В машинное отделение попала бомба. Капитана выбросила, убила. Вот. И вы знаете, вот до сих пор лицо вижу этого, как его, летчика, Мессошмита. Летчика вижу. Он смеется на обреющем полете и смеется. А другие заходят, опять бомбят. И попала опять бомба посередине. Вы знаете, ну, когда люди лезли, и я помогала, и все. И вот прыгали, стрелялися. Прямо на палубе, прямо на палубе. В кого пистолеты были, они стрелялись. Вот. Потом и я вытаскиваю свой пистолетик. И тоже собираюсь устрелять. Стреляться. Да. Один моряк подошел, выхватил у меня пистолет и говорит, снимай сапоги, снимай демонстерку, снимай штаны и прыгай. Только прыгай дальше от борта. А корабль уже начинал тонуть. И вот эти раненые лезли из трюмов. Они прямо падали, потому что было столько раненых на этом корабле. Знаете, помогали друг другу, помогали. Ну, а далеко ли прямо, значит, в воду и все.